Радио 54 Вообще древняя ДНК в последние 30 лет стала супер популярна, потому что раньше люди могли раскопать только какую-то кость, померить ее размеры, измерить возраст радиоуглеродным методом и так далее. А сейчас мы можем брать кости возрастом 100 тысяч лет, это еще нормально берется, и посмотреть, как выглядел вообще на самом деле в реальности этот организм. То есть можно определять гены их окраски. То есть если мы возьмем каких-нибудь лошадей, то узнаем, какие они были по цвету, там, глаза, шерсти и так далее, какими качествами обладали. И поэтому многие образцы археологические, палеонтологические, они как новую жизнь обрели новый интерес. То есть мы больше можем рассказать про этих организмов, которые жили там 5-10-20 тысяч лет назад. И из самых ярких каких-то исследований, которые не наши, это удалось восстановить лошадь, которой возраст 750 тысяч лет. Она находилась в Канаде в вечной мерзлоте. И эта лошадь, она еще вообще не сильно была похожа на современных лошадей. То есть это была маленькая такая пролошадка. И благодаря этому образцу удалось более точно определить, когда появились там зебры, куланы, современные лошади, когда вот эти точки расхождения были. Приносят кость. Ну, естественно, сначала там она помыта и так далее. Самое первое, что мы можем сделать, это спилить верхний слой. Есть такой алмазный диск. Там мужчины его часто используют для каких-нибудь гравировочных работ. Вот у нас то же самое. Первое, что мы делаем, это счищаем верхний слой этой кости и удаляем все загрязнения, которые там бактериальные. И находим то место, где кость более-менее целая. Очень похоже на работу стоматолога, когда он кариес удаляет. Вот наша задача максимально удалить и кариес оставить. И оставить белый зуб. И зубы лучше всего сохраняются, это тоже как бы известно. Потом мы это растираем в ступке. Тут уже женщины могут вспомнить процесс, как они растирают там специи какие-то или орехи. Вот очень похоже до муки максимально. Потом мы это помещаем в специальный буфер, который вашу кость полностью растворяет. То есть весь кальций из кости растворяется и получается просто жидкость. И специальными методами мы отделяем из этой жидкости белки, загрязнения, все лишние составляющие. И в итоге остается прозрачная жидкость, которая содержит ДНК. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.